Здравствуйте, Эдуард. Да, здравствуйте. Я слушал вместе с вами... С интересом, Геннадия Онищенко. Да, только он как-то медленно говорит. Он всегда, на самом деле, когда даже в нашу студию приходил, да, он очень размеренно, но вместе с тем, каждое свое слово, когда человек взвешивает каждое свое слово, он вызывает уважение, потому что он не какую-то, знаете ли, несет. Что несут обычно в эфир? Вот есть спикеры, которые что-то несут в эфир, а он обдуманно, трезво, взвешенно, аргументированно. Понимаете? Ну да. У вас есть позиция? Понял. По поводу ЕГЭ? ЕГЭ? Да. Я бы ограничился собеседованием каким-нибудь на час там. И все? Ну, как знаете, как журналисты допрашивают. Или на работе собеседование проводят. Журналисты допрашивают известного человека. Сидит, скажем, три журналисты, они ему самые жуткие какие-то такие неприятные вопросы задают. Вот так и ЕГЭ надо проводить. А ты знаешь, там, Баренцево море, это где там? Тот немедленно кто-нибудь подбегает. Еще что-нибудь страшное спрашивает, уже не географическое. Присоединяйтесь к нам, друзья. Да-да-да, потому что все остальное ему-то тень. Ну, как бы это все могут научиться списывать, там, слышать, пользоваться всякими подсказками. Глушилки ставят вы что? Отбирают телефоны? Там чуть ли не обыскивают людей? Это вообще ни к чему, ведь нужно, для меня важно видеть человека, видеть его глаза, слышать, что он говорит, как он говорит, как он реагирует, быстро ли он, или он шланг такой. Все сразу понятно. Зачем вот это вот? Один за одним, живая очередь, стоят в кабинет, заходят и давай. Следователей, то есть экзаменаторов можно менять. Как и следователи такие. Это уж допрос какой-то. А как вы хотите? Знания надо, чтобы понять. И всегда можно понять, живой человек, будет из него что-то, или ничего не будет, или он еле-еле будет рожать туповатые фразы какие-то. Вот сейчас выбирают варианты. Вот вам моя позиция. А, Б, В, 1, 2, 3, знаете, варианты. Я вам изложил свою позицию. Я понял. Плюс семь девять, два пять, сто один, сто семь и ноль. Итак, присоединяйтесь к Эдуарду Лимонову. Программа 31 февраля. СМС, Ватсап, Вайбер, Телеграм. Ваши сообщения уже сейчас. Жду чуть позже. Примем счастливый звонок. В первой части программы мы всего один принимаем. А все остальные уже ближе к концу. Плюс семь девять, два пять, сто один, сто семь и ноль. Это единый номер. Я напоминаю, СМС, Ватсап, Вайбер и Телеграм. Ваши сообщения Эдуарду Лимонову. Ну и присоединяйтесь к нам на сайте live.ru в разделе «Звук». Live.ru, слышишь, звук, наша видеотрансляция. Сегодня много хороших новостей. Например? Инфляция в России по итогам 2016 года может быть ниже 6%, сказал Владимир Путин. Представляете, сколько за этим стоят тонны подсчетов, какие-то километры, цифр. И вы в это верите? Я вот не очень верю. Вот был случай, я помню, когда избрали, были выборы в Америке. Это какой-то, по-моему, 80-й, что ли, год. С 79-го на 80-е, вот такое впечатление. И перед выборами уже было понятно, что экономика американская вышла из тогдашнего кризиса. Но взяли и опубликовали это после выборов цифры, намеренно. И поэтому к власти пришел Рейган, Рональд Рейган, бывший актер. А Джимми Картер не прошел второй раз президенты. Вот как цифрами можно управлять массами. Очень запросто и легко. Потом это выяснилось, но уже никого не заботило. Ну, хорошо. Тогда вот следующее заявление президента. Тоже я попрошу вас его охарактеризовать с точки зрения, это хорошо для нас, как для страны, или плохо. Россия будет как можно дольше тянуть с отменой ответных на западные меры, заявил президент Владимир Путин. Ну, о санкциях идет речь, а про дембарго. Ну, понятно. Конечно, для нашего сельского хозяйства про дембарго оказалось прекрасным временем. А вы замечаете изменения сами, когда в магазин ходите? Я хожу в магазин и сегодня собираюсь идти в магазин купить морковь и еще всяких таких вещей. Морковь не израильская же, я надеюсь? Курицу. Ну, какую? Я мою ее потом, значит, не израильская. Я что вам хочу сказать, что вообще-то говоря, кто нас принуждает почему-то, мы что-то, мы должны, обещали покупать иностранное. Вот из речи нашего господина президента можно сделать вывод, что мы что-то обещали обязательно всегда покупать иностранное. Нет, 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 не об этом речь. Иностранную еду. Не об этом речь. Я сейчас уточню вопрос после короткой паузы. Мы продолжаем. Итак, Запад ввел санкции. Мы в ответ ввели продембарго. Теперь ходят слухи, предчувствия какие-то появились, надежды с избранием Трампа, что санкции будут ослабевать и, возможно, в какой-то момент их начнут отменять. Получается, что симметричный шаг – отмена продембарго. Вот на это Путин говорит. Россия будет как можно дольше тянуть с отменой ответных мер. Понял. Меньше слов, больше дела. Что я хочу сказать? Что мы самостоятельная страна и должны быть самодостаточными. Какой идиот с самого начала стал закупать продовольствие на Западе, потому что у нас было много денег от нефти. И бросились, конечно, чем выращивать самим продовольствие на своих полях необъятных, лучше и легче было закупить. И это абсолютно ленивое, тупое решение того времени. Так надо давным-давно все это сменить, черты матери. Ведь продовольственная безопасность, она тоже очень важна. Ну, вдруг война, да, не дай бог. Глобальная какая-то. И что, мы продолжали бы закупать на Западе продукты? Это нонсенс. Такого не должно быть. И то, что сейчас сказал президент, это тоже какой-то ступор меня лично повергает. Мы что, обязаны? Вернусь к тому, с чего я начал. Мы что, обязаны Западу закупать у них продовольствие? Нет, не обязаны. Значит, здравствуйте, российское сельское хозяйство. И терпите, те, кто недоволен сегодня, терпите во имя национальных интересов. Так всегда было. Плюс семь, девять, два, пять, сто один, сто семь, ноль. Я объявляю открытый рубрику «Счастливый звонок». Четвертый, кто сейчас, прямо сейчас в эфир к нам дозвонится, задаст свой вопрос Эдуарду Лимонову. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь, ноль. Сто один, сто семь, ноль по девятьсот двадцать пятому году. Давайте, три уже звонка есть, еще один я жду. Плюс семь, девять, два, пять, все, уже есть. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Не получилось. Ну, давайте пятый тогда, что ли, попробуем. Алло, здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Добрый вечер, Егор, меня зовут. Егор, ваш вопрос Эдуарду, коротко. Мы обязаны, потому что мы в ВТО вступили. А вопрос простой. Что мы обязаны, простите, повторите, что мы обязаны? Я услышал тоже, что мы в ВТО вступили. Ну, как вступили, так и вышли. Вот надо сначала выйти, а потом уже тогда... Ну, вопрос у меня немножко другой. Как вы расцениваете появившиеся слухи, что возможны досрочные президентские выборы в семнадцатом году? Спасибо. Я не вижу предпосылок для досрочных выборов. И я думаю, что так как у нас власть чрезмерно загадочная и не объясняет людям ничего, отсюда столько вот всяких слухов, сплетен, лучше бы вышли и сказали бы, будут, не будут. Надо говорить, больше разговаривать с людьми. Я думаю, тут со мной все согласятся. У нас руководитель государства, он же не шеф КГБ, где надо все скрывать, или не шеф военной разведки. Наоборот, надо говорить, надо людей убеждать, успокаивать их в каких-то случаях, объяснять. Значит, у нас, с одной стороны, хорошие были новости экономические, но вы говорите лукавые, статистика, инфляция. Да я не знаю. Вы знаете, нам говорят, инфляция уменьшилась. Вот смотрите, есть другая страна. Километры цифр. Есть другая страна. Как это возможно все подсчитать? Не нужно верить прямо в бесконечный прогресс. Я думаю, что возможно все что угодно. Могут прибавить, убавить. Убавить, да. Сказать то, чего нет, или какие-нибудь объявить нам новости. Как вы узнаете? Новости можно вообще позавчерашние вам прочесть, и вы будете довольны. Медведев подписал сегодня распоряжение о повышении тарифов ЖКХ. Больше всего на 7% цены вырастут в Москве. Вы довольны? Ну, как я могу быть доволен? Я, правда, снимаюсь, у меня же нет своей квартиры. Поэтому я все равно плачу хозяину. Да, там уж он сам забирает. Придется платить больше. Разбирает цены. Ну, очевидно. Я надеюсь, что нет. Это я и так достаточно много плачу. Но говорят, в среднем по стране на 5% это ниже инфляции. И вообще говоря, по-божески объясняют нам власти. Люди хотят платить как можно меньше. Зарплату, насколько я знаю, зарплаты у нас не увеличиваются. Поэтому все понятно. Государство должно выкручиваться как уж на сковородке или где. И делать все, чтобы... Основная задача, зачем государство существует? Это удовлетворить, чтобы было благосостояние народа. В усносном виде. И безопасность. Как внешняя, так и внутренняя. Внутренне имеется в виду, чтобы вас на улице не ограбили. А внешнее, чтобы у нас война не обрушилась на всех. Заявление Глазева сегодня тоже наделало шума. Пришлось даже высказываться пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он говорит, это личное мнение советника президента. Поскольку Глазев советник для президента. Вы знаете, о каком заявлении идет речь? Я знаю, о чем еще. Инфаркт экономики. Ну, это он заразился. У кого? Например, у Лукаева, который нас пугал. Греб нас постоянно пугает. Они нас все пугают жутко, жутко, жутко. Это тенденция. Вообще, госслужащие должны были бы следить за своими длинными языками. Они болтают часто в разнобой. Но говорят они вещи, которые сеют панику. Если даже я, наверное, способен посеять небольшую панику, хотя я не госслужащий. Представляете, госслужащий. Поэтому они должны смотреть, следить за состоянием своих этих речевых палат. С другой стороны, Глазев последовательно критикует финансово-экономический блок. Ну, мы пока не видели. Я скорее на стороне Глазева, когда он говорил о налоге на роскошь, когда он говорил о том, что... Я приветствую вот эту вот шкалу налогообложения в соответствии... Прогрессивную. Прогрессивную, да. Смотрите, у нас есть еще одна статистика. Ну, подождите. Но Глазев тоже... Мы не видели его в деле. Он говорит пока. Мы же не видели. Он не был ни секунды, ни минуты... Министром. Был когда-то, да, министром. Ну, и все. Я не помню этот короткий период. Может быть, вы помните. Итак, благосостояние российских домохозяйств снизилось за год на 15%. Это Credit Suisse подсчитал. И еще, собственно, данные, масштабное исследование по поводу того, что происходит в России. Ну, если это верно, это, разумеется, плохо. Кто же может приветствовать снижение благосостояния? Получается, что Глазев правее, чем Росстат? Пока я сказал, Глазев мы не проверяли еще. Ладно. Не проверяли, а правее он или левее. Он пока говорит. А, знаете, критикам быть очень выгодно на самом деле. Чтобы закрыть экономический блок наш сегодняшний, еще одна тема, короткая, прошу вас прокомментировать. Это зарплата Дмитрия Страшнова, гендиректора Почты России. 310, что ли? Да, нет, не 310. 310 – это, собственно, офицеры. Потом уже разъяснения пришли. Сначала говорит, вот он получает 95 миллионов. А выяснилось-то, что ничего страшного, что действительно зарплата 310 тысяч рублей, а 95 миллионов – это была 13-я зарплата, годовая премия. Ну, нифига себе, да. Он заслужил, а ты пользуетесь услугами Почты России? Огромная премия. Я не вижу пока ни одного российского чиновника, который был бы достоин своей зарплаты. А такой премии кто достоин? Они все на хлебнике. Ну, я не вижу результатов. Где результаты у нас, которые одним человеком произведены? Есть такое? У нас что? Они что, все цукерберги в переносном смысле, да? Изобретатели? Гении? Нет. Кстати, хороший вопрос. Достаточно тусклые чиновники. Им не надо вообще зарплаты платить. Кто достоин? Давайте у слушателей спросим. Плюс семь девять двадцать 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 двадцать�를. Ваши варианты. Кто достоин такой премии, как у Страшного? Ну, сейчас мы зовут Шайгу, Лаврова, мы знаем. Плюс семь девять двадцать 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 equitable. Хотя Лавров тоже не достоин своей зарплаты. Вот я сразу скажу. Да я не вижу результатов от него. Его старомодное восьвасевание с Керри меня раздражает. Это поглаживание, подмигивание. Это устарело все. А как надо вести себя с Кирией? Я думаю, надо как можно меньше с такими людьми встречаться. Все постоянно говорят, надо договариваться. О чем договариваться? Что договариваться? Люди ставят себя в позицию врагов, а мы все время, несчастные славяне, лезем к ним договариваться, целоваться. Они нас не любят. Любите нас. А вот мы себя ведем не так. Уйдем из Сирии, они нас признают. Да какого черта мы должны уходить от кого бы то ни было? Пускай они уйдут со своих 500 или сколько там военных баз в мире. Они же не уходят. Вы за свободу слова, собраний и печати, спрашивает Алексей через СМС плюс семь, девять, два, пять, сто, один, сто, семи, ноль. И для всех западникам тоже, спрашивает Алексей. Я за нормальное функционирование информационных вот этих потоков. Ну, я бы, например... В 31-й вы продолжаете собираться? Мы собираемся, да. Почему? Ну, говорим то, что не говорят больше нигде. Ну, что, например? Ну, это куда страшнее то, что я вам здесь говорю. Офигеть уж, извините за лексику. 33-й пишет через Ватсап Почту России и РЖД. Самые никчемные, по его мнению, организации, а их руководители получают такие суммы. Кстати, пока нет вариантов. Совершенно согласен, только не надо опигевать, а надо лишить госслужащих вообще зарплаты. Зачем министру зарплаты? Он министр. У него служебные автомобили, у него там квартира. Госслужащие есть и те, которые 60 тысяч рублей в месяц получают, и тоже госслужащие. Госслужащие, рядовые сотрудники. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Я говорю о тех людях, которые конкретно влияют на что-то и принимают решения. Я не говорю об уборщице. Не надо это понимать вот так вот. А они тогда не будут брать больше взяток? Они же должны на что-то жить. А за взятки надо еще суровее карать и сажать, сажать и сажать. И очень надолго и безо всяких поблажек. А тогда стимул их работы в чем? Стимул какой? Вы знаете, стимул... Вот я могу свою скромную работу. Мне, например, когда я делаю ту книгу, которая мне удалась, я собой горжусь очень сильно. Недолго, правда, потому что потом хочется еще преодолеть саму себя. Вот что есть стимул. Стимул в том, что ты эффективен, что ты как бы великолепен в своей области. Гордость не намажешь на бутерброд, на булку с хлебом. Не надо так, вульгарно. Наша страна никогда не была приземленной до такой степени материалистической. Посмотришь на Улюкаева и как-то... А я не знаю, Улюкаев – это нонсенс. Я бы не держал этих людей. Никогда бы. Никогда. Он друг Гайдара, друг Чубайса. Почему его держат до сих пор? Эдуард Лимонов, ваши вопросы ему. Плюс семь, девять, два, пять, сто один, сто семь и ноль. Вот следующий вопрос от Александра. Мы к нему вернемся после рекламы и новостей. Нравится ли вам, Эдуард, новая команда Трампа? Обсудим через несколько минут. Я уже готов тут. Человек просто ходит на работу, от него особо ничего не зависит. И на тебе вам премия, многократно превышающая голую зарплату. Да на эти деньги можно завод построить. Возмущаемся все дружно, конечно. Согласен с Эдуардом Лимоновым, 66-й, по поводу зарплат чиновников. Поступил на службу, служи народу. Улучшай благополучие страны и населения. Будь на гособеспечении, если взятку взял, лишать всего, как самого чиновника, так и членов его семьи. Ну, не только служи народу. Покажи, что ты можешь. Что ты можешь, черт возьми, вот как вот такая проходящая по земле личность. По поводу Лаврова. Ну, как же так, значит, пишет вам 84-й. Закрыться от всех? Диалог ведет к тому, что наша позиция хотя бы будет услышана. Представьте, если бы Путин не говорил на весь мир о нашей позиции во внешней политике. Вот Северная Корея ни с кем не считается. Задача Лаврова влиять на других политиках и нивелировать неблагоприятные ситуации. Разве не так, спрашивает 84-й? Вы не поняли. Я считаю, что стиль Лаврова устарел. Вот этот вот жувиальный, так называемый, высокий, рослый, симпатяга. Наша страна не должна, она должна быть грозной сейчас. Зачем нам вот эти вот шашни, тем более сейчас. Что такое Керри сейчас? Он с Керри, видите, с Джонсоном пообщался. Какой Обама сейчас? Это люди уходящие, поймите. Осталось там несколько недель, и все. Ну, а Борис Джонсон, вот был телефонный разговор только что, мы слушали. Борис Джонсон тоже вражина та еще, поэтому с ним не надо. Старая дипломатия, мы с вами как-то говорили об этом. Я говорил, старая дипломатия ушла уже, она неуместна. Вот смотрите, недавно Захарову, которая зубами, новый такой стиль, представляет нашу дипломатию, ее назвали среди самых влиятельных женщин в мире. Так вы ее видите на месте Лаврова? Я не вижу, я говорю, что мне нравятся люди острые, новые люди, которые не дипломатия с древних времен, это было сокрытие, намерение, обман, улыбка на лице, а на самом деле топор за пазухой у государства. Нам этого больше не надо, нам наоборот, все обнажают свои топоры и говорят, смотрите, у нас новые ядерные какие-то боеголовки, у нас новые крылатые ракеты. И тут вот этот старый джентльмен, он не старый, но у него стиль старый, понимаете? Итак. Это долой, это все, давайте быть современными людьми. Возвращаемся к вопросу Александра. Он написал нам через Вайбер, плюс 7-9-2-5-101-107-0. Это тоже международная политика. Нравится ли вам новая команда Трампа? Она уже вырисовывается. Пока вырисовывается, но я не вижу самых основных назначений, например, кто будет госсекретарем. А потом, знаете, нам говорят, вот несколько, и этот может быть, и этот, Митт Ромни, там, жуткий русофоб, например. Мне это, Митт Ромни, мне не нравится. Генералы вот эти тухлые, которых он тоже вытаскивает, тоже мне особо не нравится. Я рассчитывал, что он будет, он, конечно, такой китчевый, сам Трамп-то, давайте разберемся. Безусловно, он такой Лас-Вегас, шоумен такой, это китч, это китч. Преувеличено все, его эти усмешечки, улыбочки, этот ротик сложенный, это же такое, ну, это фарс на самом деле. Он напоминает Джокера из известного фильма «Бэтмен», из первого, там, когда Джек Николсон играет. И это да, но я надеялся, что такой человек приведет за собой каких-то новых людей, что какие-нибудь эти, вот, white trash, вот этот самый, белый мусор, да, вот каких, у нас и то взяли из вагонозавода, помните, из какого-то мужика и поставили на важную должность. Трапезникова. Да, трапезникова. Смелее, Трамп, давай покажи нам новые лица, что ты нам старых пердунов-генералов тащишь. Вот моя честная, нормальная филиппика. Стало ли вам по истечению времени понять не та радость власти по поводу неизбрания Клинтона, Алик из Петербурга спрашивает? Мне и так было все понятно раньше власти. Слушайте, власть прожила какое-то количество лет Соединенных Штатов? Нет. А я прожил, значит, я более разбираюсь в этих вещах конкретно. Знал я и конгрессменов, и сенаторов, и кого угодно. Поэтому мне это виднее и лучше видно. Простите. Ну, что касается Трампа. Клинтон – это вот эта скабрезная, похабная, вечная, коррумпированная Америка. Несколько семейств управляют Соединенными Штатами. Вот Клинтон выходец из такого же клана. Вы послушали видеообращение Трампа программы «На первые сто дней»? Я слышал содержание его. Как оцените? Много жды. Ну, это разумно, но в две минуты все уложить не мог. У нас сразу там критика. Он не выполняет обещания. Он говорит основные вещи. Он расторгает вот это… Трансатлантическое партнерство. Трансатлантическое партнерство. Это очень много. Он сказал то, что он сейчас хотел сказать. Стену, говорят, он не упомянул о стене. Ну, не может он обо всем упомянуть. Сделайте ограничения на производство углеводородов. Как это может на нас, по нам ударить? Я лично это понял так, что теперь они могут добывать нефть на шельфах. Это основная история. А раньше Соединенные Штаты на шельфах не допускали этого. Я не знаю, из каких причин. Возможно, экологических. Но вот это впервые. Так, ладно. Давайте дальше тогда двигаться. По нам это ударит, ну, так же… Но нефти станет больше. Любой конкурент, продавец нефти, конечно, ударяет по нам. Калексит. Вы имеете в виду… Калифорния Эксит. Да, я понял. Просто не стоящая внимания новость, которую раздули. Это такая блажь. Знаете, у нас тоже… Что вы говорите? Там какие-то разговоры. Это параллельная вселенная. Не обращать внимания, я просто хочу сказать, что история эта с Калифорнией – это такая же глупость, как вдруг какая-нибудь, например, Уральская республика. И не стоит обращать на это внимание. Журналисты набросились. Как же? Будущего у этой новости нет. Она никогда не превратится в большую новость. Какие-то два чудака или сколько там. Два с половиной чудака. А не кажется ли вам, Эдуард пишет 66-й, наш слушатель? Что вся политика Трампа будет продолжаться, как и политика Буша-старшего. Типа дружелюбные отношения к России, а в итоге развал в СССР. Мне, в отличие от слушателя, задавшего этот вопрос, ничего не кажется. Я буду жить, смотреть, что будет дальше. Вот и все. И тогда буду говорить. А тут мне кажется? Да нет, мне не кажется. Я ценю поступки, дела, а не разговоры. Разговоры, ну, увидим, что будет. Что касается той же Калифорнии, кто же ее отпустит? Ребята, кто? Гражданская война великая в Соединенных Штатах в 19 веке. Вы помните, из-за чего велась? Из-за того, что Южные Штаты хотели уйти из Великого Американского Союза. Положили полтора миллиона людей, но не дали им. Транс-Тихоокеанское партнерство. Александр тут поправляет, потому что я, кажется, его назвал трансатлантическим. Оговорился. Александр, спасибо за поправку. Александр, не стоило. Нет нужды вот такие ляпы с языка светают сплошь и рядом. Смотрите, значит, еще одна тема. Я вас защищаю, а вы не хотите, чтобы я вас защитил? Спасибо, Эдуард. Депутаты Госдумы поддержали отказ от новогодних корпоративов. Мне Володин навел там концентрационный режим, строгий режим. Он как новый начальник лагеря. Вот такой. Какой-нибудь Зотов, Зимин или кто-то пришел и давай наводить. Это им нельзя, прогулы нельзя, елку нельзя. Они же в прошлый раз свои деньги платили, скидывались. Смотрите, у меня есть разные мнения. Я бы на месте депутатов на следующее заседание не пришел и сказал под лозунгом «Долой Володина». Смотрите, два мнения. Ну что, это, я надеюсь, шутка. Участие председателя Нижней палаты предыдущего созыва Нарышкина в Капустниках, его отношение к подобным мероприятиям помогало поддерживать в Думе теплые взаимоотношения. Это Максакова высказалось. А вот что сказал Кобзон. Я слышал. Отношения теплели от того, что, скажем, выходил Нарышкин и пел с Максаковой «Погода в доме». От того, что артистов приглашали и отдыхали. Этого будет не хватать. Ну, слушайте, либо нам нужны другие депутаты такие в гимнастерках, в стоптанных сапогах. Либо берите тех депутатов, которые сегодня, и пускай у них будет елка. Плюс семь, девять, два, пять, 101, 107, 0. Ваши вопросы Эдуарду Лимонову, СМС, Ватсап, Вайбер, Телеграм. Я бы был за депутатов, которых в стоптанных сапогах и в гимнастерках. Я бы тоже. Реклама, и потом продолжим. Реклама. «Авилон» в ноябре объявляет выдачу премии за лояльность от 200 тысяч до полутора миллионов рублей при покупке нового «Мерседес-Бенз». Посредникам просим не беспокоиться. Обращайтесь напрямую в «Авилон». 495-730-4444. «Мерседес-Бенз». The best or nothing. Телефон рекламной службы в Москве. 737-87-47. Код 495. 31 февраля. Александр, не понял, так вы скорее за отделение Калифорнии или скорее против? Я просто считаю, что это обхохочется, эта новость. Он не понял. Кто им даст уйти? Я же говорю, была гражданская война из-за того, что в 19-м веке. Да никто... Да вообще это не новость. Ее нет. Это как утка. Расценивать это так. Значит, что у нас получается, Эдуард? Во-первых, вы с подозрением, отнеслись к новости о том, что у нас 6% инфляции по итогам года. Я подозреваю, да, вообще все вот эти подобные. Вы с подозрением отнеслись и к заявлению Сергея Глазева по поводу инфаркта российской экономики. А что Глазев? Он тоже советник президента. С одной стороны Кудрин, а с другой стороны Глазев. Вы возмутились премией Дмитрия Страшнова из Почты России. Ну и все возмутились. И все возмутились. Правильно. И многие возмутились всем, чем и я возмутился. Вы раскритиковали Лаврова. Лаврова я продолжаю говорить, что нам такая дипломатия не нужна. Не нужна. Она устарела. Лавров не нравится. Знаете, он не вошел в первые 100 влиятельных мужчин ни разу. А почему-то его подчиненная Захарова вошла. Значит, вы раскритиковали и новость по поводу отделения Калифорнии. Посмеялись над ней. Ну и, наконец, по поводу Трампа. Мы сейчас не измеряем меня тем количеством дерьма, которое я назвал дерьмом. Я хочу сейчас просто по итогам программы запустить голосование. Поэтому напоминаю кратко о ваших позициях. Спасибо. Извините. Значит, давайте запускаем голосование. По итогам программы вы поддерживаете Эдуарда Лимонова. Да. 280-12-32. Код 495. 280-12-33. Вы бы с ним поспорили. Вам не нравится его позиция по обсуждаемым вопросам. Тогда 280-12-33. 280-12-33. Код 495. Голосование бесплатное. Участвуйте активно. И принимаем звонки в эфир. Плюс 7-9-2-5-101-107-0. Ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Как зовут? Откуда? И говорите вы в эфире. Добрый вечер. Приятно слышать. Добрый вечер. Да. И вам тоже. Вот хорошо, что вы такой эмоциональный. Значит, здоров. Значит, в чем мы спокойны. Как зовут вас? Меня Виктор. Такой вопрос. Во-первых, обидно было, что Эрсен не использовал права Владимира Таля. Что? Сегодня. Права Владимира Таля не использовали. Виктор, если можно, очень мало времени. Можно вопрос сформулировать коротко? Хорошо. Вот как будущее Украины и по поводу Саакашвили и ТТП? Ну, Саакашвили в отставке. Его как будто бы собираются лишить украинского гражданства. А будущее Украины не завидно, безусловно, поскольку страна иждивенец, живет только на кредиты, которые не собирается отдавать. И, видимо, это уже многим странам надоело. Гость типичный ГБшник. Что такое ГБшник? Почему ГБшник? Это 108-й пишет. Я типичный ГБшник. Да. Вы имеете отношение к госбезопасности? Ну, скорее, нетипичный. Нетипичный ГБшник. Никогда не имел. Эдуард нетипичный ГБшник 108-й. Никогда не имел. Вы ошиблись. Иногда в моей жизни жалел, что не имел. Депутаты в гимнастерках тоже умели петь и танцевать. 66-й пишет через WhatsApp. Мы не сомневаемся. А другой 66-й, 866-й, а тут был 200. Значит, а как же недавний флешмоб в Госдуме? Манекен-челлендж. Вы говорите, какой там лагерь? Они манекен-челлендж там устроили. Вы знаете, что это такое? Нет, я не знаю. Устроите у себя в другой России. Я не знаю, что такое манекен-челлендж. Это надо замереть в определенный момент. Это все снимается. Вот ты просто, вы говорите, замираем. Да я в какой-то полиции. И у нас здесь в Налайфе был. Это везде было. Слава Богу, вот вы расширили мой кругозор. Не хотите, нет, присоединиться? Говорят, очень популярно. Плюс семь, девять, два, пять, сто, один, сто, семь, и ноль. Какой ваш любимый альбом у Егора Летова, спрашивает Кирилл? Егор Летов мой любимый альбом. А что вы вообще слушаете сейчас по вечерам? Вот домой едете в машине? Я не слушаю. Я слушаю, что говорят мои сотрудники, мои товарищи. Плюс семь, девять, два, пять, сто, один, сто, семь, и ноль. Ваши вопросы, Эдуарду Лимонову как зовут, откуда и говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел, Санкт-Петербург. Очень короткий вопрос. Наверное, Эдуард на него уже много раз встречал. Но все-таки, как ему кажется, вот эти все дела с чиновниками, с госаппаратом, это все-таки системная чистка рядов, или это что-то другое? Нет, это, я думаю, совершенно случайные такие выпады. Уликаев взял деньги, это теперь уже через неделю всем понятно, действительно взял, имел безграничную наглость шантажировать Роснефть, и не ожидал ни в коей мере, что Роснефть просто его возьмет и сдаст. Это удары. Уликаев, сидящий на своем месте, строил бы нашу власть куда больше. А это большой удары по власти тоже. Мы же все смотрим и говорим, а, у нас такие люди есть, а чего же они все там стоят? Значит, про выборы я на всякий случай еще раз. Вот Максим пишет, мы уже обсудили, был вопрос про выборы в 2017 году. Эдуард ответил, а вы будете участвовать в выборах президента? Нет, а каким образом я могу участвовать? Как покорный этот голос, я не хочу участвовать, не буду. А кого вы поддержите? Я никого не поддерживаю, я считаю, что... Уже несколько человек заявились. Григорий Явлинский, например, Владимир Жириновский. Ну, вы знаете, они не знают чувства меры, и у них нет вкуса даже, политического вкуса. Сколько можно, ребята? В отличие от наших плюшевых политиков, Лимонов реальный чел. 463 делает вам такой комплимент. Подстава с Улюкаевым, особенно после заявления Захарченко, что тот всех сдал. 108-й пишет через WhatsApp. Плюс 7925-111-107-0. Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте. Никакой подставы с Улюкаевым нет. Чего там? Алло, здравствуйте, Святослав. Скажите, пожалуйста, а как может все-таки Эдуард Лениаминович прокомментировать в то время пассаж Марии Захара 3 марта, перед днем смерти его святословища Сталина, что, дескать, он горит в аду ярче Гитлера? Как это понимать? Если она это сказала, то она дура просто. Коротко и ясно. Если сказала. Угу. Так, ладно, давайте дальше. Плюс 7925-111-107-0. Оставим это в ваш комментарий, правильно? Хотя вы ее хвалили до этого. Ну, это не значит, что человек не может... Ошибиться. Я говорю, если она это сказала, это первое условие, я не знаю. Да, давайте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Иван, Санкт-Петербург. Прошу. Я бы хотел уточнить вашего гостя по поводу начисления НДС. Не кажется ли вам, что в нашей стране НДС введен для того, чтобы чиновникам было проще отмывать свои деньги? Объясню вопрос, что, на мой взгляд, было бы логично сделать. Пришли миллион рублей на счет, неважно какая прибыль, компания платит, условно говоря, там, оброк 10% и все на этом. И что? А НДС? Где лазейка для НДС? А у нас какая-то сложная схема НДС, зачет, перезачет. Ну, в общем, мне кажется, что... А вы занимаетесь бизнесом, да? Иван, вы бизнес ведете? Я, да, занимаюсь бизнесом, да. Спасибо. Я думаю, что все подобные... Сборы. Подобные сборы, да, вы хорошо. Они делаются с единственной меркантильной целью – выжать из граждан как можно больше денег и получить эти деньги в бюджет. Смотрите, сколько сейчас всего придумали и придумывают на наших глазах, чтобы сбалансировать бюджет, чтобы были деньги на всевозможные траты. Так, друзья, активизируйтесь. У вас полторы минуты остается, чтобы проголосовать за Эдуарда Лимонова или против. Если вы поддерживаете по итогам программы Эдуарда, то ваш номер – 280-12-32 от 495. Если нет, то второй номер – 280-12-33. Ну и давайте еще один-два звонка успеем принять. Здравствуйте. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Меня зовут Владислав. У меня такой вот Эдуарду вопрос. Вот по поводу сегодняшнего... Точнее, по-моему, вчера было происшествие, когда наших военных украли из Крыма на Украину. Скажите, пожалуйста, ну вот если, допустим, Украина это может делать, голозадая страна, а если, допустим, другие страны посмотрят, более богатые, скажут, ну если Россия это пропускает, значит, можем и мы это делать? Ну, тут может быть огромное множество различных ответов на ваши вопросы, и циничных, и очень смешных, и каких угодно. Но я просто скажу, а что же они сами-то поперлись туда? Люди, которые раньше были в украинской армии и пошли как бараны, за какими-то дипломами их вызвали. Вы понимаете, что, знаете, это как-то, ну, их позорят самих. Ну, кто такие? Бараны, ей-богу. Алло, здравствуйте. Алло, Григорий, да. Два серьезных вопроса. Вот сейчас говорят, с Нового года в Украине минимальная оплата труда будет больше, чем в России. Кто говорит? Скоро в Украину потянутся. Кто говорит, источник? А это нет. Говорят, руководство Украины, там, по-моему, министр экономики, вот там правительство. Ну, очень странно, потому что средняя зарплата на Украине, я недавно исследовал этот вопрос, в 4 раза меньше, чем в России. Да, это будет минимальная оплата, больше 8 тысяч на русские рубли. Вот проверка информации, да, РСН. И еще вопрос. Европейский суд был правом человека, как бы оправдал Навального, по Кирове, с его брата. И что будет? Теперь он, вроде, может, баллотируется президент. Ну, старые новости мы почему-то обсуждаем, ну, ладно. Ну, Навальный, это почему-то все это истолковали, как разрешение для Навального, буквально приглашение баллотироваться в президенты. Я лично, изучая вот это, результаты, ничего такого для себя не вывел. Напротив, я это заметил, как это пауза какая-то. Это отослали на дальнейшее... До следования. Да, нет. На тот же суд, на другое судебное заседание в другом составе. Я предполагаю, что результат будет тот же самый. И, видимо, они уложатся в один месяц. Второй вопрос. А второй вопрос про то, что я думаю, что это лженовость. Такой новости нет, что у украинцев якобы больше, чем у нас. Сейчас там будет мрот, так я понимаю, о мроте. Ну, это говорит Порошенко, видимо, сказал. Кто-то из украинских... Давайте дождемся, что будет на самом деле. Как можно? Мы уже знали в прошлом, сколько фальшика они нагнали, сколько глупостей наговорили. Да, вот я ищу в новостях. МВФ рекомендует Украине понизить мрот до 2500 гривен. Это последняя новость. И еще что. Кабмин Украины предложил увеличить мрот в стране в два с лишним раза. Вот есть новость такая. Предложил Гройсман. Это только и всего. А МВФ, который хочет получить все-таки свои деньги... Как вы думаете, кто победит? Киев или Брюссель? Киев или Вашингтон? Давайте подводить итоги голосования. Я думаю, что об этом забудут. И Брюсселики, и... 97% наших слушателей сегодня поддержали Эдуарда Лимонова. 3% проголосовали против. Эдуард, спасибо. Благодарю, да. До следующего вторника. Лайф.